Микс Ньюс Скорее порадовала и как минимум подарила массу эмоций Ну, близка была к сенсации команда Латвии Играла со шведами в основное время То есть не в основное время победа Латвии не устраивала Только в основное И вот вчера уже читал комментарии шведского тренера Он сказал, что тяжело было нашим НХЛовцам играть Против латвийских хоккеистов с их какой-то специфической игрой Вот, Анатолий, как вам кажется? Что имел в виду шведский тренер? Что это за игра такая в нашей сборной, с которой НХЛовцам тяжело играть? Ну, я не знаю Я читал его немножко другую фразу Что он сказал, что у Латвии очень талантливая команда И с ней всем поэтому тяжело играть здесь А что такое своеобразное, я не знаю Он там рассмотрел Но у нас, в принципе, три как минимум таких игры было Или даже четыре Четыре даже и Швейцария, и Чехия, и Россия И та же Швеция, где, можно сказать, примерно то же самое Двоякие ощущения С одной стороны Это очевидно, что мы Ну, если не на равных, то близко играем уже с этими стоповыми командами Причем Швеция, Россия, они чуть ли не в своем идеальном составе приехали Ну, идеального состава не бывает, правда, но Но достаточно такой яркий Да, но такой звездный состав у той же России давно уже не было И шведов все-таки 21 игрок из НХЛ И они там не просто игроки из НХЛ Это игроки, ведущие в своих командах И та же Швейцария, и та же Чехия Давно такой сильный Ну, Чехия особенно такой сильный состав не собирала Так что, да, это, конечно, радует Но, опять же, очков-то это нам не прибавило И тут поэтому эти чувства такие двоякие Да, если мерить только по результату Ну, да, шесть очков взяли Ясно, что обыграли без вариантов Тех, кого и нужно было обыграть Ту же Италию и Австрию И команды, которые боролись между собой За то, чтобы остаться в Элите Ну, сейчас Норвегию И сегодня нужно обыгрывать, конечно Чтобы быть хотя бы выше Норвегии Ну, да, престиж Но, опять же, после таких игр, как со Швеции Ой, там эмоциональный упадок такой Что, ну, непросто Но норвежцам тоже мотивация Почему? У них мотивация быть выше Латвии Чистые В таком случае мотивация равна, примерно Это для них намного-намного выше Мотивация, чем нам После вот такой игры Тем более у них вчера было Вчера выходной Норвежцам все просто Они свою основную задачу решили Они обыграли те две команды Которые им нужно было обыграть Остались и больше ни о чем Они не мечтали И даже и не Мечтать, может быть, мечтали Но не было никакого повода им больше мечтать Ни о чем Вот, это и немножко по игре против фаворитов Было видно и так далее Но тут для них, опять же, престиж Вот команда, которая боролась до последнего За то, чтобы попасть в 1-4 А вот мы сейчас ее оставим за собой Ну, я думаю, что, ну Большинство игроков отойдут все-таки Чисто эмоционально Физически это не столь страшно Эмоционально, чтобы они отошли После этого вчерашнего поражения И тут некоторые болельщики Что ж, да, зачем меняли вратаря Вот, хотя бы в ничу сыграли бы Можно было бы в врата Но они расклад не понимали, наверное, эти документаторы Ну, нет, даже те, кто понимал Они, да, все-таки были бы престижнее выиграть Но вот я позволю себе с ними не согласиться на этот раз Все-таки И вот тот ход, что мы приняли Замена вратаря 4-4 Это лишний раз доказывает только то, что Для нас не существует темы Остаться в элитном дивизионе Она для нас не актуальна У нас не тот уровень команды Чтобы мы думали о таких вещах Вы уже это говорили Чтобы остаться В нашем эфире Я просто хотел сказать Ну, год назад-то была эта тема актуальна? Два точнее? Ну, может, два было В прошлом году-то не было В прошлом году не было В позапрошлом году Ну, в позапрошлом году был первый сезон Хатли Начнем с этого И у нас не было столько Притока молодых игроков, как сейчас Не было и Балтерса, и Блюгерса И не было даже Дедерса И остальные Младшего Букерса не было Ну, были другие Значит, эти лучше У этих немножко, я думаю, и Ментальность уже немножко другая Особенно у тех, кто за рубежом больше играет То есть, в Северной Америке приезжает Они выходят на лед Им все равно Крутируют Кто Хернквист Или Ниландер Или там Ковальчук Или там Малкин Абсолютно безразлично Да, ну и что? Я с такими же играл Так что, выходим и играем А у тех, кто, условно говоря, в КХЛ играет Что у них начинается мандраж перед этим? Нет, ну почему? Ну, нет, мандража Просто раньше Одно поколение Которое выросло Ведь это Настрой Это оно ведь Накапливается с годами Это не как телевизор Переключить программу Вот я сейчас играю в КХЛ Вот сейчас выхожу на чемпионат мира Мне уже все равно Ну, почему? КХЛовские тоже Опытные игроки Они Играли как и играют Но Просто у нас сейчас, наверное, побольше Игроков такого Более высокого уровня Не только одна Две Пятерки А побольше уже Помимо Ихайловцев Которые явно выделялись Которые бы вы отметили После этого Вот этих игр проведенных Ну как? Ну, во-первых Тех же КХЛовцев И Букарц И Ну ладно Букарц в Чехии играет И тот же Индерашис Ну, три гола забить Шведа Пускай один там такой Полугол Ну, один там Шведа Сами себе Собрать Да Но два красивых гола Было, конечно Не, ну Робчик Он бомбардир Ему Его, может быть, можно Иногда упрекать Что Он там не лезет Хотя он-то и лезет И в борьбу там И так Он больше на так называемой На чистом На свободном льду играет Но опять же У каждого своя роль Каждого Своя игра Но все не могут Выполнять черновую работу И все не могут быть Бомбардирами Но если Вы соберете команду Из двадцати двух Величающих звезд Это абсолютно не значит Что у вас будет команда Звезда Какой-то баланс должен быть И вот у нас сейчас Очень хороший такой Образуется баланс И между опытными И молодыми игроками И В то же время В комплектовании команды И Жалко, что Виталий Павлов Конечно, вылетел В последний момент Но опять же Нет худа без добра Не вылетел бы он Может быть, в дядерес Не попал бы А так он в свои девятнадцать лет Очень здорово себя проявил Не вылетел бы Уже по ходу турнира Галвинч Мы не вспомним Боякса А он против шведов Ну, гол это одно Это не главное для защитника Но он настолько уверенно В обороне отыграл Ну, у него, по-моему, еще год В НСА Он еще Студент А потом, если он так будет продолжать Там Ну НХЛ Не НХЛ Но КХЛ Я думаю, он попадет Однозначно Ну, вот Так интересно Тоже и парадоксально Получается Не знаю, согласитесь ли вы Что Латвия Самые такие Может быть, лучшие матчи Провела Те, которые она проиграла И Как мне кажется Вот против чемпионов И вице-чемпионов мира Почему? Италию мы А вот, мне кажется Худшая игра была с Италией Нет, разве? 65 бросков Это худшая игра Да, но Реализация Это другое Реализация, во-первых Да, но В принципе, первый период Какой-то был такой вялый Когда даже итальянцы Забросили там Ну, ладно Но Италия Извините Эта команда Как минимум Полтора уровня ниже Латвии Это было бедно по игре Ну, а почему У нас худшая игра тогда Мы по ним ездили Как бульдозером По этой Италии Ну, 65 на 15 Вы можете вспомнить Такое соотношение Обросков Почему худшая игра Худшая игра Мне показалось По каким-то раскладам Худшая игра Или реализация Это две абсолютно Разные вещи Во-первых Где-то немножко Может быть Было в подсознании Что мы все равно Выиграем Это мешает Ну, такую игру Какую выдал Бернард Он второй раз в жизни Я не знаю Сыграет или нет Это во-первых Во-вторых Это вратарь очень хороший Он и в шведской лиге Играл И в германии И в германии играет Так что тут Нечего удивляться И вчера он доказал Это австрийцам Как говорится Италия все-таки осталась При разности Такой голов Италия все-таки осталась Хотя команда Конечно Ну Я не знаю Это вообще Третий показатель За Сейчас американцы Кому-то там тоже 65 бросков Вообще За всю историю Чемпионатов мира 65 бросков Больше нас только Канадцы В одном матче Но это было Когда И против кого Там тоже было заброшено 33 там было Количество Ну 114 бросков 33 Голая Это против Бельгии Это 50-е годы Это вообще Не будем сравнивать С сегодняшним Это другая эпоха хоккей Нет Конечно нервозность была С Австрией В первом периоде Но опять же Мы в каждом периоде И переигрывали Перебрасывали Ну Но если бы Все так просто было То конечно Мы выигрывали бы там Но может быть Именно поэтому Мы пока что Довольно редко Попадаем В одно четвертое Что вот Где-то что-то Нам немножко Не хватает Это проявляется И в таких играх Да Преимущество у нас Большое Мы их обыгрываем Но Но опять же Мы забросили Чемпиона мира Четыре шайбы Ладно Три четвертые Это мы сами Себе привезли Но опять же Не без наших усилий Мы три шайбы Шведам забросили Ну ладно Россию одну Мы забросили Но решающая была Игра со Швейцарией Конечно Это была самая Ключевая игра Это все знали Выигрываем эту игру Я уверен На сто процентов Мы были бы в одной Четвертой финала Это Хотя кто знает А вдруг Италия обыграла Италия Швейцария Кого-то из этих Тут тоже еще Не зря Они вице-чемпионы Все-таки Да Они вице-чемпионы мира Это мы как-то забываем Когда играем со Швейцарией Да Вот Поиграли Швейцарией Да Ну Хотя В этом году я думаю Они не будут Вице-чемпионы мира Давайте звонок Примем Добрый день Здравствуйте Здравствуйте А можно у вас Получить анализ По вратарям Вот У кого Самый сильный Самый сильный состав Вратарей Кто привез Какая все-таки Команда Говорят что вроде Как бы Россия Или можете Какую-то тройку Составить Команды В которой были Лучшие вратари И какое место Занимает Наш вратарь Латвийский Спасибо Спасибо Ну так по местам Я не расставлю Насчет России Соглашусь Потому что Так как Георгиев Отыграл против Швейцарии Ну Я думаю Что на следующий Сезон Нью-Йорк Рейнджерс Навряд ли Лунгвис Будет первым номером Причем Вот тут Не очень-то Уверенно играет Что он и вчера Продемонстрировал Матчи против Сборной Латвии Я думаю Что самая сильная Пара вратарии России Да Усилевский Георгиев Это даже не По статистике А не по клубам По фамилиям Но по своей игре Хотя Ну Может Василевский Немножко И где-то Видно так Но переживает Что Не он все-таки Вот сейчас Последние игры Уже играет Но там Тренер Тренерам Видней Ну У остальных Команд Ну как У Швейцарии Обычно Хорошие вратари Дженони Тот же Ну Бера Там мало Играет Но На одной группе По-моему сыграл У финнов Все говорили Кого они привезли И по составу И по вратарям Извините Ланкин На сегодняшний момент У него третий показатель В процентном Соотношении По броскам Да Вратарь Который тоже Там в Северной Америке Играет Финская школа вратарей Это Кстати Георгиев Это тоже Частично Как минимум Плод Финской школы вратарей Потому что Он Уже с Юности Там Получал образование Хоккейное Потом отправился В Северную Америку И вот В принципе В России Никто и не знал Пока он не появился В НХЛ По большому счету Ну специалисты знали Конечно Ну Насчет наших вратарей Ну Трудно Однозначно сказать Потому что Гудлеевский Даже где-то Немножко удивил Приятно Что Ну все-таки У него Он не был первым номером В Рыжском Динамо В этом сезоне Все-таки Ну согласитесь Белялов был номер один Хотя Концовка сезона Который ушел Но мы об этом поговорим Кристерс 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 Сыграл хорошо Я не понял Вот Кристерс 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 И тот же В общем Два Ну Не праздновали Не суждено Нам узнать Ну а С Россией Ну Россия Первый период Тоже так С резервом Отыграла Хотя мы Да мы все Три периода Хорошо Отыграли Единственное Ну там Многие Болельщики Считают Ну Я с ними соглашусь Что там Орлову нужно было Конечно Давать удаление Но опять же Мы потом Просмотрели Вот с теми же С своими коллегами Комментаторами Которые хоккеисты Бывшие все-таки Не какие-нибудь А там И Херберт Васильев И Олег Сорокин Мы посмотрели Где расположились Судьи Они С своих точек Могли и не видеть Этот удар Но опять же Лайнсмен Должен был Видеть И лайнсмены В такой ситуации Могут сказать Там Было это Это хотя бы Ну Как говорится Позвонил Или написал смс О чем конечно Батня был очень удивлен Орлов Не ему извиняется За это Нет Ну да Но это опять же Ну хорошо Дали бы ему там Ну там На 5 не тянуло Тоже Ну 2-10 дали бы Ну а где гарантия Что мы Поэтому выиграли бы Не только в наших играх Во многих играх Мне порой кажется Что судьи Иногда Не успевают За игрой Пропускают Довольно много Таких эпизодов Хотя их двое Сейчас Ну я не Говорю что нужно Сейчас вводить Там какое-то Видео через На каждый Сфорный момент Ну вар так есть Какие Игра растянется На 4 часа Как минимум Вот Но все-таки Как-то 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 Ну иногда Это Ну настораживает Что ты видишь Ну вот эти два эпизода С Бечевским С Орловым Ну и были еще Какие-то мелкие Говорить о том Что Латвия стала Отчасти жертвовать Судейство нельзя Думаю что нет Думаю что это Преувеличение Ну а Какой повод Ну что ж Сейчас все судьи Давайте Вот сейчас Латвии не дадим У кого-то выиграть Ну а Для кого И для чего Ну с таком-то Эмоциональном уровне То есть команда Ниже уровня Болельщикам На таком Всегда окажется В таких ситуациях На эмоциях Что Это чуть ли не Заговор против нас Ну Успокойтесь Ничего подобного нет И И Сами игроки Это воспринимает Совсем по-другому Вот Хотя такие Спорные моменты Были Они всегда будут Вчера Два раза Сколько смотрели У нас было Два спорных момента Оба раза Засчитали Гол С шайбой Да И вукарцы Засчитали Потому что Все было правильно Вход в зону Там вообще смотрели Я не знаю Как они определили Там Я не знаю Как они лазером Мерили И чем определяли Опять в нашу пользу Ну Было бы не в нашу пользу Опять понеслось бы Что Да Вот Опять там Судьи Тащат чемпионов Мира Да Да не тащат На эти команды Тащить не надо Ну Да Так что Ну вот лазер Достаточно ярко И можно сказать даже Добавится может у нас Вот Если мы наконец-то Соберем оптимальный состав Кто знает Может быть Мы вот Вот я про состав Хотел спросить Как раз Очень Ну Сыграли хорошо И состав достаточно яркий Но при этом Тут не хватит На одной руке Точно пальцев загибать Сколько нет В мире сыграть лидеров Там И Дауговинч И Гиргенссон И Джаринч Абулс Выбыл И так далее Я веду к тому Что Можно ли Думать Что Если бы Они были То Команда Была бы Ну еще На порядок Или это Здесь нет Вот этой Логической связи Ну На порядок Нет Но сильнее Точно Потому что Нам Скажем Тех же Центральных Нападающих Не хватало Вот Джаринч Тут Большой минус Тот же Зэмгус Да Тот же Ну Карсом Сыдауговинч Там Это понятно Да Причем Эти 4 нападающих Они Разноплановые Игроки Это Не Там 4 Дауговинча Да Это Абсолютно Разные Игроки И вот В этом И состоит Плюс Общий Что они Разноплановые Игроки Ну и Аббулса Конечно Распалась Тройка Очень хорошая Теннинг Балтерс Аббулс Которые здорово Играли В прошлые Чемпионаты Они здорово Провели Ну Что поделать Бывают Травмы И Походу Турнира Так что Конечно Потенциал Хороший Этой команды Тем более Она в основном Молодая команда И молодежь Хорошая Подрастает Если Из каждого Возраста У 20 18 2-3 Игрока Со временем Добавятся В большую Команду Мы будем жить Долго и счастливо 18 смогли В четвертьфинал выйти Причем достойно Как мне кажется Они вышли В четвертьфинал Как раз Вышли Я говорю Вышли И с канадцами Сыграли Очень достойно Ни одна наша сборная По-моему Так с Канадой И не играла Я имею в виду И соотношение Бросков И все остальное Так что Как будет дальше Развиваться Карьера этих игроков Но это никто не знает Это никому Ничего не гарантировано Понятно Это спорт Конечно Может сложиться По-разному Но они на виду Эти игроки Они Тем более Что у 18 Сборная Почти вся сборная Она Здесь Из местного Клуба Разлива Да Хоккейная школа Рига Вот они играли Высшей лиге Они играли По МХЛ Кто-то уже Кто-то Чуть постарше И так далее Так что Ну вот молодежи Очень много играло Вы Это такой Может быть грубый Немного вопрос Но вы в ком-то из них Молодых увидели Будущих Усланогринхайловцев Ну Таких вот ярких звезд Которые вот Появились сразу И сейчас он станет Звездой Частью Он уже даже По эмоциям Видно В каждом матче Он настолько Ну его там Чуть ли не наказывать Хотели За то Как он ругал Судей То есть видно Что человек Действительно Проникся К третьему сезону Сборной Он ванхайлт Тем же занимался Он кажется Таким спокойным Человеком Очень Не с нарком Условно говоря По жизни Он очень спокойный Ну а Лех Ты тоже в принципе Так Когда его встречаешь Он очень спокойный Да Ну во время игры Да Эмоции Перехвестывают Просто Хартли Вот Ну он умеет Почему его НХЛ Не зовет И не дергает Обратно А вот это Хороший вопрос Да Почему Ну может быть Все таки Ему уже Скоро 60 Все таки Новая волна Тренеров Идет Ну возможно Мы на эту тему Тоже с коллегами Разговаривали Ну может быть Есть какие то вещи Что мы не знаем Там НХЛовской Кухни И так далее Все таки Он был далеко Не последним Тренером Он с Калгари Здорово работал Победитель кубка Стендер Да Это во первых Потом Атланта При нем Единственный раз В плей-офф попало С тем же Ковальчуком В составе Да Так что Ну Он себя там доказал И да Это немножко удивляет Что Такой тренер Не востребован Хотя Я слышал От Ава Сейчас еще Главного тренера Один из кандидатов Боб Хатли Это мне один коллега Сказал Что Он там Где то Разузнал По Североамериканским Там Источником Что Хатли Тоже упоминается Как один из Из кандидатов На место Главного тренера От Ава От Ава Сенатерс Посмотрим Время по время Блестящий сезон Савагатом провел Там все деньги могут решать Исключительно Или как Вот мне трудно сказать Что больше решит Или деньги Или все таки Энхайл Это Энхайл Вот У сборной Германии Марко Штурм Почему ушел В прошлом году А потому что Ему предложили Не главного тренера Ассистента В Энхайл Писал Говорил Что Ну как Они заканчивают Игру Они заходят В раздевалку Хатли На 5 минут Заходят Там Несколько слов Сказал Все Потому что Ну нет смысла Сразу после игры Там все на эмоциях Ну что-то там Потом Успокоимся Разберем игру Ну а там уже Стоят люди Сейчас вот Мы Давай-ка Вот Ребята Извините Мы сейчас зайдем 5 минут Я скажу 5 слов И потом Занимайтесь Своей работой Если так поглубить Нет проблем Ну Сашинский Так объяснял это Ну там Опять же Допингисты Стали в позу Нет Мы тут главные Ну слово за слово Ну и там Цепная реакция пошла Сейчас уже будем Заканчивать С темой Чемпионата мира Уже в общем Наверное Немножко так В целом Посмотрим На этот турнир Сегодня уже узнаем Пары Четверти Мы знаем пары Я кстати посмотрел Так прикинул Там нет нигде Однозначного Ну вроде как Ну что у тебя получается Я не смотрел Финляндия со Швейцарией Вроде как сыграет Но там есть Опять же Если не произойдет Сенсация Ну Финляндия Можешь сыграть С Швейцарией Либо Россия Либо Швеция Сыграет с Германией Насколько я понимаю У них там Так Ноздря к ноздре идет А среди Остальных троих Там непонятно Чехия Канада США Как они встанут Тем более Между собой Сегодня играют Там не разберешь Ну вот такие пары Получаются И в целом Главный Ну сенсация Если говорить Вот был матч Просто Главные сенсации Как кажется Они внезап произошли То есть сыграли этот матч Франция и Великобритания Невероятный Ну я посмотрел По онлайну 3-0 Франция выигрывает Зачем Я не буду смотреть Там все ясно Потом узнал Итоговый результат И не поверил Своим глазам Сегодня смотрю Обзор Что же там могло Случиться такое Не знаю Там Франция Первые за много лет Вылетает Да Они с 2007 Или 2008 По-моему Не вылетали Но больше 10 лет Точно они играют Вот Они были последними Перед австрийцами Кто сохранил место Из первого дивизиона Вышли Но я думаю Что они вернутся Франция Я уверен Что вернется Но Австрия думаю Тоже Потому что там Казахстан Белоруссия ушли Белоруссия тоже так ушла Неожиданно Нет нет я имею ввиду Они ушли Из первого дивизиона Они возвращаются И сейчас туда Два явных фаворита Приходят Австрия И я не знаю Какой состав там Словения соберет На следующий год Что там Корея Себе будет представлять Но не знаю Я если честно Не верю Что кто-то кроме этих Вернется Через год обратно Говоря о потенциальных парах Я веду К чему К прогнозу Дело неблагодарное Но все таки Кого видите Ну я мало видел Канаду По игре Вот я комментировал Игру Самую наверное Драматичную игру Канада Словакия И Вот единственную игру Которую я полностью Видел сборную Канаду По игре Но коллеги говорят Что последние Вот два матча Это уже другая Канада Посмотрим Ну и с Россией И вот сегодня Канада США Думаю в этой игре Уже более объективно Мы посмотрим Потому что эти две команды Как играют между собой Абсолютно никакой Никакого значения Не имеет турнирное положение Абсолютно Там другие Другие Заклятые друзья Да Ну и Россия Швеция Ну на сегодняшний день Сильнее всех И по игре И по всему Выглядит сборная России А Финляндия Финляндия тоже неплохо выступает Да Ну вот это тоже сюрприз Ну если честно Я треть состава Вообще не знал Кто это такие Приехали Финские игроки Ну да Даже фамилии Некоторые не слышал И никто не может Понять Почему они именно Такой состав собрали Если бы они привезли Это 6-6 игроков Из молодежной сборной Хотя бы из прошлогодней Понятно Цель Понятно А они привезли Сборную Своей лиги Там плюс еще Кто-то Добавился Но это наверное Очередной раз Доказывает Что богатый резерв В Финляндии У них Ну Како конечно Это Игрок Я думаю И в НХЛ Не потеряется Так что Парень Всего 18 Так что Будет интересно Но я думаю Что в Финляндии Ну дальше Четверть финала Я думаю Они уже Ну я не верю Что от них Вот от этого состава Кто-то ждал Чего-то больше Да Вот попадите В Четарсенал И Ялонен уже Своё дело Сделал Итак Моего времени Остается Давайте про Динамо Рига Еще в двух словах Вот сейчас Межсезонье Как вообще Выглядит ситуация Перед следующим сезоном Может быть И в КХЛ И в Динамо Ну я не знаю Майона не будет Это точно Майона не будет Хотя Советский Говорил Что в наших интересах Его ставят Но деньги Опять же решают Ну интерес И Как-то Грузинский тост был Да Чтобы наши Желания Совпадали с нашими Возможностями Тут возможности У Кунь Луни Были больше Да Ну наверное Было больше Таких возможностей А приобретение Шведский Нападающий Ну вот я спрашивал Я у Херберта Васильева Он все таки В Германии Там Да Делл Хорошо знает Да Этого шведа Он игрок На которого Ну Которому делали результат Забивать он конечно умеет Но Но Вот По крайней мере Херберт считает Что это Не уровня Виделя Пока игрок Хотя кто знает Видель ведь Первый раз Приехал в Динамо Рига Тоже ничего особенного Да И тут особо долго Не задержался Приехал второй раз Другой видель Еще американский защитник Чемпион Словакии Из того же клуба Откуда приехал И Майоны И Говорят Такой же Ну Не столь может Колоритная Личность Как Майона Но по стилю По стилю игры Он очень с точки зрения пиара Команда Он был очень хорош Конечно Да Но Что касается Стиля игры Примерно то же самое И Шведский нападающий Бергман Примерно то же самое Тоже Ну Посмотрим Или Берглунд 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 Да И Копи-пейст Получается Знали Ну хотя Насчет Виделя Еще неизвестно Никаких официальных Ну и вратаря лишилась Динамо Да Ну вот Берялов ушел И Тем более Что я И у Кристера Спрашивал Ты остаешься Говорят Я не знаю Пока что Конкретного Никакого Это было до Чемпионата мира Никакого Конкретного Приложения Не было Но Однозначно В Северную Америку Не поедет Что Берялов Отдельного Как вам кажется Куда движется Хэл Что Как это выглядит Ну я не думаю Не надо Привлекать Азиатский Регион Ну да Ну Ну ладно Играю сейчас Китайская команда Ну Сколько там Китайцев Два Два с половиной Ну Ну ладно Там Опять же Легионерам Есть где играть Там можно Кинуть Целую армию Канадцев Американцев Чехов Те же Российских Игроков И так далее Да и наши Игроки Там играли Ну Насчет немцев Не верю В них Дэллига Там все в порядке Никто оттуда уходить не будет Франция Ну если они только Создадут что-то Наподобие Базового Такого клуба Который Будет играть Та же Англия Ноттингем Там Или кто там Тоже вот такую команду Но Я думаю Не в том проблема Что Кого-то там Привлечь Оттуда Оттуда Или оттуда Проблема в другом В принципе По большому счету Нет никакой интриги КХЛ Ну Сказ СССК Перед началом сезона Мы уже знаем Три-четыре лидера Кто будут На западе И примерно Столько же на востоке Все На этом все заканчивается Остальные будут биться За место Но Авангард В этом году Чуть-чуть так удивил Авангард удивил Да Насчет этого Никто не думал Что Авангард Настолько сильно сыграет Причем и уверенно До финала Финал конечно Был уже То что они там будут В плей-офф И могут пройти Там один Два Но то что они будут В финале Я думаю перед сезоном Мало кто Вообще в это верил И вообще На эту тему разговаривал Ну вот это Потому что Ну Если В НХЛ Все таки Вот этот драфт Работает И Сбалансировано Все То тут Ну вот Перед этим сезоном Ну что Ну кто нас удивит Ну никто У автомобилиста Появились деньги У ГАМК Там Подключился По серьезному Ну Автомобилист прыгнул Ну А на следующий год Я не знаю С тем же Владивостоком Хабаровском Что будет Латвийский Спартак Появился В кавычках Латвийский Да Вот это Для нас Дополнительный интерес Да Сто процентов Изнарог Виталович Неразлучная пара тренеров И И два игрока Остается Да У Гавич остается Так что это Так у нас тут Две минуты Буквально остается У нас самих Такой может Политический Я просто хотел задать Общий Сфера спорта В принципе В Латвии Вот сменилось Правительство Сразу Ну это не связано Но тем не менее Вот уже был скандал С Евробаскетом Женским И финансированием Которые вроде как Все таки Сумели Намечаются Ну это не состоится Намечаются Какие-то изменения Видите что Как-то там Начинает Ветер дуть С другой стороны Или Со старыми проблемами Останемся Я не Особенно Не углублялся В эту тему Если честно Поэтому Мне трудно Рассуждать Я думаю Сейчас лето Впереди Раньше осень Там Все равно Никаких Ничего Никаких движений Раньше августа Сентября Не произойдет Я надеюсь Ведь В принципе Это Одна из Визитных Карточек Любой Небольшой Страны Это спорт Это не значит Что нужно Забывать О других Сферах Ведь у нас Достаточно Проблема В том же Образовании В медицине И не только Да Так что Очевидно Да Конечно Да И поэтому Не нужно Спорт ставить Выше Там Других Сфер Но опять же Не нужно Забывать О престиже О каком-то Лице Своего Государства И все-таки Сколько Эмоций Тем же Которые Может Ежедневно Не столь Сладко Живется Сколько Позитивных Эмоций Им дает Тот же Спорт Это тоже Немало Очень Коротко Про Евробаскет Мы сказали Традиционный Завершающий вопрос На какие Летом Сейчас Межсезонье Но на какие Мероприятия Болельщикам стоит Латвийским Обратить внимание Кроме Евробаскета Да Ну Евробаскет Будет Ну конечно Мотокросс Будет Этап Чемпионата мира В Тегумсы И опять Ралликросс Будет Такие По техническим Самые большие В этом В этом сезоне Мероприятия Ну В этом году Очень Захватывающий Чемпионат По футболу Там вообще Непонятно Кто у кого выиграет И когда Я такого давно Вообще Если честно Не помню Второй круг Уже Там может случиться Все что угодно Но Это уже не сюрприз Ну И Посмотрим Больше так Особо ничего И Сборная Сейчас Начнет играть Футбол Все таки Новый Тренер Две игры Всего сыграли Посмотрим Сейчас две Потом в сентябре Две Ну Это лето Такое Более-менее Ну Поспокойнее Но знаете Как Лето Проходит Очень быстро А потом Новый сезон Потом Новый сезон По большинству Видов спорта Ну Сборная Гонбольная Сборная Можно сказать В шаге От попадания Впервые На финальный турнир Чемпионата Европы Опять же Если мы 12 июня В Валмире Хотя бы очко Берем у Словении Мы в финальном Турнире Такого никогда не было Спасибо Анатолий Крепенс был сегодня в развороте Андрей Лешкевич Звукорежиссер Евгений Копеин До свидания До свидания